Откроем второе послание Коринфянам, четвертую главу. Прочитаем пятнадцатый стих. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую, во многих произвело благодарность во славу Божию. В прошлый раз мы остановились на четырнадцатом стихе данной главы, которым Павел подчеркивает особую мотивацию своего служения, совершение которого было постоянно практически сопряжено с опасностью для его и его сотрудников жизни. Во-первых, апостол говорит о мёртвости Господа Иисуса, которую они всегда носят в теле своём, то есть умершего Христе для мира, они постоянно заботятся о том, чтобы пребывать в этой смерти, не возвратиться в прежнее своё положение, когда они были живые для мира и для греха, но мёртвые для Господа и праведности. Эта мёртвость Иисуса подразумевает самоотречение по слову Христа, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест твой и следуй за Мною». Самоотречение, которое включает в себя согласие отдать жизнь, если того потребует Господь. То есть добровольно согласиться на смертный приговор, собственноручно подписав его, и с этого момента, ожидая, что в любое время он может быть приведен в исполнение. Отдать жизнь за имя Христова человек может только на том условии, если прежде он умер во Христе для мира. То есть и вот эту вот смерть он как крест взял на себя и несёт через всю свою уже христианскую жизнь. Во-вторых, Павел указывает, это уже конкретно 14 стих, указывает, что, будучи побуждаемы духом веры, благовествовать людям Христа, они делают это, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и от их Павла, и трудящихся с ним, и поставит пред собой вместе с коринфянами. Вера в воскресение, причём не вообще в воскресение мёртвых, но именно в воскресение через Христа, как он там говорит, для Его Царства, она делает апостола и трудящихся с ним бесстрашными. Они полностью верят в Слово Христово, в Его обетование, когда Он сказал, кто хочет душу свою изберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережёт её. И вот они полностью полагаются на это обещание. И теперь Павел, продолжая тему служения, повторяет мысль, которую он уже однажды высказывал, уже излагал это в первом послании к этой церкви, только там он это делал по несколько другому поводу. Там в 3 главе, 21-23 стихами он пишет, «И так никто не хвались человеками, ибо всё ваше». Павел ли или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, всё ваше, вы же Христово, и Христос Божий. Так вот и в прочитанном в начале 15 стихе, который послужил нам сейчас исходным текстом для этого нашего разговора, там Павел говорит, «Ибо всё для вас». Столь высоко положение церкви в очах Христа, что ради неё устроено служение, какое совершают избранные им к тому служители, вплоть до самого их высокого ранга, каким является апостольство. И вся одарённость вот этих служащих, которая являет силу Бога через них, это служение церкви на её благо и на её возрастание. Вот эти божьи избранники и соработники, они не господа в церкви, но её слуги, потому что она – храм Бога, она – тело Христово, она обручённая Христу невеста. А по древним правилам заключения брака, обручение уже вводило обручённую в принадлежность тому, с кем она обручена. Так что, если случалась какая-то там неадекватность в её поведении, неадекватность вот этому её статусу обручённой, то это расценивалось уже именно как супружеская неверность, хотя сам брак ещё не был заключён. О высоком положении церкви следует говорить, потому что в наши дни не все верующие сознают это и порою выказывают к ней пренебрежение. Некоторые так называемые верующие, считая себя чем-то обиженными, даже не стесняются в судно церковь подавать, чтобы светская судебная власть решала внутрицерковные вопросы и указывала бы церкви, как ей надо поступать, какие решения принимать. Это не имеет в данном случае значения, что речь идёт о тяжбе такого верующего с отдельной только поместной общиной, потому что она в данном случае, когда дело и ситуацию вмешиваются в власть, она представляет всю церковь. Такого рода поступок превращает человека просто в гонителя церкви. И подобная борьба за правду в кавычках она божественного благоволения не заслужит. Если даже что-то произошло, и община не смогла принять достаточно правильного решения, то с этим, оказавшись обиженным, должен обращаться только к Господу, которому принадлежит церковь, и никому более. Если же человек задействует мир сей в конфликте с поместной общиной, эти его действия сразу обращаются в его тяжбу с самим Богом, потому что церковь Богу принадлежит. Она его собственность. Она не относится к этому миру, не принадлежит ему. И эти действия, судящиеся с церковью, однозначно ставят в этом конфликте на сторону мира, вражебного церкви, а не на сторону Бога. И так Павел говорит, имея в виду свое служение, своих сотрудников и всю вот эту их самоотверженность в их служении, он говорит, ибо все для вас. И тут же объясняет цель вот этого всего, что для коринфяна в их лице, для всей церкви, дабы обилие благодати тем большую, во многих произвело благодарность во славу Божию. Это 15 стих, который мы прочитали. Обычно, говоря о служении и о его целях, мы более всего останавливаемся на вопросах духовного развития церкви или отдельного верующего, на возрастании, коему должно способствовать служение, на восполнение, наконец, даже житейских нужд церкви. Это верно. Павел прямо об этом говорит в послании к Эфессианам. Мы часто вспоминаем это место, где он говорит, он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами и так далее, и перечисляет, и все для созидания тела церкви. Доколе все придем в единство, вера и познание, чтобы мы не были там младенцами и так далее. Это Эфессианам 4, 11, 15. Но вот здесь, в разбираемом 15 стихе, вот в этих словах, апостол все вот это назначение служения, он как-то опускает, он не говорит о нем. Он сосредотачивает внимание только на одной цели служения – прославления Бога. Потому что насаждение имеет целью его плод, ради которого оно посажено. Духовное возрастание верующего человека подобным же образом должно нести в итоге угодный Господу плод. Мы процесс этого возрастания более привыкли рассматривать с точки зрения, ну, как сказать, нашего блага. Как наше приготовление к вечности, как обретение обетования в их полноте, для этого мы растем, небесный обитель, венцы, небесные сокровища и так далее. Даже и духовный плод мы рассматриваем более как оправдание, дарованного нам Бога, Богом дарования, чтобы войти в радость Господина нашего, когда он вернется и не оказаться в положении вот того, зарывшего свой талант раба, и не унаследовать его участь. Вновь мы видим все это во свете, опять же, нашего блага. Что мы с этого будем иметь? Действительно, все это во благо нам, и обители, и венцы, и прочее, оно на своем месте. Но полезно взглянуть на себя именно как на насаждение Божие, которое Господь зачем-то насадил в своем винограднике. И мы знаем зачем. Для плода, которого Он от нас ожидает. Этот плод для Него приятный и желанный. Не следует этот плод рассматривать как нужное нам для нашего добра Господу, в принципе, все равно. Не все равно. Вот в 49-м псалме 14-го стиха сказано «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Вспомним также благодарственную жертву Ноя по выходе из ковчега, оказавшуюся столь приятным Богу благоуханием, что Господь пообещал больше не истреблять потопом грешное человечество. Хвала, благодарность, слава – все это для Бога желанно, этого Он ожидает. И мы ничем не можем Его обогатить, потому что все от Него, все в Его руках, Он все содержит своей силой, своей премудростью. Но приношение уст наших – это то, что ценно в Его очах, и для славы Его мы, собственно, и созданы. Только действительную ценность оно имеет для Господа в том случае, когда оно исходит из нашего сердца. Мы как-то говорили, что приятность жертвы Ноя для Бога обуславливалась тем, что Господь ничего Ною об этой жертве не говорил. Он не давал никаких предписаний, когда выйдешь из ковчега, сделай мне жертвенник и принеси там во всесожжение животных. Вышедший из ковчега, этот праведник просто испытал чувство глубокой благодарности спасшему Его при виде вот этих последствий страшной катастрофы, которая смыла грешное человечество с лица земли. И вот эта сердечная благодарность, двигавшая им, когда он сооружал жертвенник и приносил на нем чистых животных, она-то была воспринята Богом как приятное благоухание. А дым от зажигаемой жертвы был только внешним выражением этого сердечного, духовного благоухания, которое было приятно Господу. И в приношении уст наших Господь усматривает ценность в том случае, если оно точно соответствует нашему к Нему отношению, если оно поистине выражает наше к Нему отношение. Хвала, благодарность, прославления прежде всего должны родиться в нашем сердце. И качество всего этого стоит в зависимости от нашей Господу любви. То есть речь о наибольшей заповеди. И когда дитя Бога отвечает Ему любовью на Его любовь, это то, чего превыше всего желает увидеть от нас Господь, и вот это драгоценно в Его очах. Потому плод Господу не надо рассматривать просто как некий входной билет Царства Небесное, который нужен прежде всего нам для нашей выгоды. Это наша любовь к безмерно любящему нас, которую Он ожидает от нас в ответ. И потому наше духовное возрастание – это более всего возрастание именно в любви к Нему. То есть наше приближение к самому высокому стандарту божественного творения, которому должно соответствовать это творение. И каковым является наибольшая заповедь «Возлюби Бога Твой, Господа Бога Твоего, всем сердцем Твоим, и всей душей Твоей, и всей крепостью Твоей, и всем разумением Твоим». Потому Павел, говоря о цели своего служения и опуская при этом достижение совершенства личности верующего человека, к которому, собственно, служение и помогает этому совершенству, он показывает как единую цель воздаяния должного Богу, благодарное сердце верующих. Апостол ограничивается этим, потому что это не просто еще один аспект достигаемой верующих цели посредством его служения, на котором он здесь хочет сосредоточиться, но потому что это главная цель его служения. Совершенство отношения верующего к Господу. И все наше плодоношение, выражающееся в делах, ну, как в форме нашего служения, оно должно в первую очередь мотивироваться именно любовью к Богу. Это у наемного работника, знаете, отношения с нанявшим его чисто деловые. Я работаю, а ты мне платишь. Это не сотрудник для нанявшего его. У нас мотивом нашего труда должно быть отношение к Господу, принявшему нас в свой труд. И чем более мы его любим, тем усерднее наш труд, и обильнее и совершеннее наш плод. Далее Павел говорит, это 16 стих, «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Здесь с первых слов «посему мы не унываем», то есть «поэтому мы не унываем». Апостол возвращается, почему именно? Возвращается к мысли 13 и 14 стихов. Он там говорит, «Мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит пред Собою с вами». Здесь начало этой мысли. Их вера в назначенную им будущность, есть причина отсутствия у них уныния, несмотря на обстоятельства, которые в любом другом случае должны вызывать это уныние. И далее Павел подробнее раскрывает вот эту идею. Он говорит, «Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Это один из текстов, который опровергает принятое некоторыми деноминациями учения об отсутствии у человека души именно как внутреннего человека. Слово Божие оперирует такими понятиями, как внешний и внутренний человек, проводя различия между ними, что не имело бы смысла, если бы душа человеческая была просто кровью, как учат вот эти учителя. Душа человека – это не кровь, как у животных. Она есть дыхание жизни Вседержителя. И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душею живою. Из праха Творец не создавал ее вместе с телом, он не влил ее в плоть, как некую жидкость, как кровь, но вдохнул, вдунул. Она произошла от его дыхания. Воздух же есть – это чисто материальная субстанция, и воздухом Бог, который есть дух, не дышит. Его дыхание вообще не является тем явлением, которое обеспечивает ему жизнь, жизнеспособность ему, как это есть у нас – дышим, живем, перестали дышать, все, умерли. Дыхание Бога – это действие, выражающее его какое-то отношение к кому-либо или к чему-либо, как, например, помните, в книге Иова сказано, «Оравшие нечестие и сеювшие зло пожинают его, от дуновения Божия погибают и от духа гнева его исчезают». Дыхание Бога – это вдохновение, посылаемое кому-то, это не ветер, то есть движение воздуха, но это веяние Духа Божия, и потому душа человека, которая вошла в плоть Адама в результате вдохновения Господа, она нематериальна, она не может обратиться в прах. Она по своей природе является духом, а не плотью и кровью. Будучи же соединена с духом и через дух, с Богом, она развивается в противоположном телу направлении. Тело клеит, душа обновляется в таком случае. Тление приводит к смерти, но со внутренним человеком мы видим, происходит другой процесс, противоположный происходящему с внешним человеком. Внешний и внутренний человек – это явно не какие-то философские понятия, но две отличающиеся друг от друга субстанцией. О наличии внутреннего человека невозможно было бы и говорить, если бы человек был только плотью и кровью. Тело и циркулирующая в нем кровь не является по отношению друг к другу какими-то разными явлениями, разными субстанциями, и то, и другое есть явление материальное, и переживать процессы, идущие в разных направлениях, они не могут, и то, и другое наследует тление, потому что они составляют в человеке единую субстанцию. Обновление, которое испытывает внутренний человек в случае, вот какой имеет в виду здесь Павел, это не процесс, ведущий к тому же, к чему ведет тление. Обновление – это не ветшание, чего никак не могут разуметь вот эти упомянутые вероучители, которые отправляют душу умершего в могилу вместе с его плотью и кровью. Но как быть, когда вот этого обновления с внутренним человеком не происходит? Когда дух его не соединен с Духом Божиим или даже вообще потерян, и это соединение уже становится полностью невозможным. Куда в таком случае идет вот этот внутренний человек? Разумеется, тление в том понимании, в каком он относится к телу, с ним не может происходить, потому что, будучи иной в сравнении с телом субстанция, имеющей совершенно иную природу, обратиться в прах он не может, слившись с физическим миром и превратившимся в почву телом, разложившимся. Завершение процесса тления внешнего человека, таким образом, оно всегда ведет к разъединению его с внутренним человеком по причине их просто разной природы. Наличие внутреннего человека, само собой, подразумевает существование и, соответственно, его природе, сферы, которую мы называем духовным миром. В могилу он не уходит вместе с телом, но если он не обновляется, вот как то происходит с верующим человеком, у которого обновление совершается, то, значит, расставаясь с вот этим израсходовавшим свой жизненный ресурс телом, он попадает в ту область соответственного его природе духовного мира, которое отличается от места назначения, к которому движется обновляемый внутренний человек. Вот эта особая область духовного или потустороннего мира, куда попадает необдавленный внутренний человек, лишившись своего тела, у нас известна под названием ад. Это понятие подразумевает одновременно и место и состояние попавших туда душ. Мы традиционно представляем себе его как место переживаемых мучений, но, знаете, это представление нуждается в некоторой коррекции, потому что ад – это прежде всего место ожидания суда для тех, кто не вошел в жизнь. Это в первую очередь темница для подсудимых. Вот это главное его назначение. Ад – это еще не воздаяние. Тем не менее, поскольку вот это место, оно находится отнюдь не на небесах, но оно одновременно является и обиталищем нечистых духов, которые там выполняют роль тюремщиков, попавшие туда души вовсе не наслаждаются покоем. Это место и состояние, где нет надежды, нет света, нет сострадания, нет успокоения, где заключенные отданы во власть ненавидящих их демонов, потому ад – это тоже и место мучения. То, что внутренний человек уходит из тела по смерти последнего, в необновленном состоянии, говорит о том, что вот эти все внутренние духовные, нравственные пророки, он продолжает нести, и с ними он водворяется в это место предварительного заключения. Только видятся они ему там вот эти его пороки уже по-другому, совсем не так, как это выглядело для него, когда он был на земле, в теле. Это отвратительная скверна, от которой нет очищения. То, что ему о его грехах говорилось на земле, что он не хотел слушать, откроется там во всей своей мерзости, как неистребимая чистота. Конечно, речь не о том, что попавший туда грешник продолжает грешить. Грех, согрешение, греховное действие есть только выражение самого греха. Грех – это явление внутреннее, порок, духовная проказа, грязь. И так оно будет восприниматься грешником, который освободился от тела и оказался там, в том месте. Но раскаяния там нет, потому что для раскаяния необходимо возрождение. А грешная душа в аду такой возможности иметь не будет. Покаяться там никто не может. И не только потому, что его раскаяния некому там выслушать, а просто потому, что раскаяться бы с Духа Святого он не может. Нет такой способности. Мы, принявшие начаток Духа, избавлены от этой страшной тюрьмы, и по отшествии с этой земли, если оно произойдет до дня восхищения, мы будем ожидать воссоединения с нашим уже преображенным телом, так что оно станет соответственно нашему возрожденному Духу. И место ожидания нашего это не темница и даже не самое благополучное место в этой темнице, каковым было Лона Авраамова до смерти Иисуса Христа. Но место это у Господа. Сомните, как Спаситель ответил распятому с ним разбойнику, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. И речь не шла о теле этого человека, ныне же со мною. Это Дух, это внутренний человек будет взять, взять туда Господу. Господь указал ему на совершенно определенное место, где он окажется после смерти, в раю с Иисусом. Речь явно не о могиле, не о Баде. Начаток Духа, который обитает в нас, есть залог наследия нашего, наследие в небесах, который гарантирует нам блаженное ожидание усыновления тела нашего после его смерти, а не ожидание суда вместе с нечестивыми. Итак, Павел говорит об обновлении внутреннего человека не в пример человеку внешнему. И это, как выше мы говорили, не есть процесс, ведущий в могилу, куда идет тело. Это обновление апостол уже описал в предыдущей главе, где он назвал его преображением по образу славы Господней. Смешно даже говорить о том, чтобы преображенная славой Господа сущность легла в могилу в этом ее преображенном состоянии вместе с непреображенным внешним человеком и обратилась бы там в прах. «Ведь она восприняла славу Божию от ее созерцания, и вдруг она вот с этой славой оказывается, как тело предназначено для могилы, для праха, какой обращается тело». Для того, чтобы такое произошло, душа должна подлежать тлению, и должен в ней совершаться процесс именно тления, а не обновления, на который указывает апостол. По мнению упомянутых учителей, этот процесс обновления приводит к тому же, что и тление тела к могиле. Полнейший абсурд. Чтобы такое имело место, происходящее во внутреннем человеке процесс обновления должен быть именно процессом тления. И тогда он так бы и назывался. Но обновление не есть тление, это мы уже отметили, это противоположные понятия. Невозможно, чтобы процессы, развивающиеся в противоположных направлениях, приводили душу и тело в один и тот же пункт, в наполненный прахом гроб. Если бы так было, то для чего тогда обновление? Совершенно непонятно. И что тогда происходит опять же с воспринятой душой славой Господней, которой она преображена? Тоже вместе с нею в гроб ложится? Ведь она становится характеристикой преображенной от нее души верующего человека. Это приданные этой душе свойства, которые не могут быть уже отделены от нее. Наше тело потому и не претерпевает подобных изменений, что оно материальное, оно смертное, и только когда оно станет духовным по природе, тогда оно воспримет славу, которую прежде воспринял внутренний человек, живя в этом тленном теле. Тема наличия внутреннего и внешнего человека, их отличия друг от друга, она переходит в следующую, пятую главу, и там даже она несколько более ясно выражается. А здесь в конце четвертой главы апостол продолжает объяснять причины отсутствия у него и его сотрудников уныния в постигающих их бедствиях. Следующим семнадцатым стихом он говорит «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». То, что выпадает на долю верных Господу в этом мире, особенно его служителям даже такого ранга, как апостолы, Павел называет кратковременным и легким страданием. Теоретически мы это знаем, мы это понимаем, мы знаем, что это так, жизнь на земле временна, скоротечна, вечность, она не имеет границ ни временных, ни пространственных, мы научены этому. Однако, когда нечто касается нас в этой жизни, что возможно отнести к страданиям, и особенно, когда оно простирается на какую-то значительную часть нашей жизни, нам бывает трудно отнестись к этому как к кратковременному и легкому страданию, потому что восприятие человеком страданий на земле это вопрос уровня его духовности, чем этот уровень выше, тем более сердцу живущего оказывается понятным и ясным величие ожидающего за гробом Царства Небесного, величие того воздаяния, которое обещано ему Богом. С духовным ростом верующий обретает все большую ясность его духовного зрения, которому доступно то, что невидимо телесным очам. Чем выше поднимается верующий, тем менее значение имеет для него то, чем обычно люди дорожат в этом мире, включая даже собственную жизнь, ее комфорт, благо, здоровье. Все это обесценивается во свете возрастающего разумения самим сердцем грядущего, приходящего на смену вот этому временному. Все более такой человек именно с точки зрения открывающегося ему вечного оценивает настоящее, естественно, оказывается оно в его глазах все менее и менее значимым и менее ценным для него. Есть разница между восприятием вечного и временного у человека наученного вот этому отличию и человека, который начинает видеть эту разницу своим сердечным зрением. Для последнего это уже не теория, это реальность, которую он ощущает и в которой он утвержден. Потому, встречая страдания для тела в этой жизни, оба этих верующих их по-разному и воспринимают. Один более видит испорченную этими страданиями уходящую жизнь, другой видит обогащающуюся для него вечность, в которой вот эти страдания в безмерном преизбытке трансформируются в благо небесного царства, среди которых наивысшая это близость к Господу. Воздаяние Господа не совершается не прямо пропорционально, сколько пострадал, столько ты получишь в небесах. Не так. Он воздает именно в безмерном преизбытке, так что вложенные на земле в небесную сокровищницу средства приносят прибыль, которая в непостижимых размерах превышает сам вот этот вклад. Безмерный преизбыток это то, масштабы которого они не количественные, не временные, не поддаются измерению, нет для них меры, какой бы можно было это измерить. Он огромен, он вечен этот преизбыток, он никогда не может истощиться так, что обретший его будет им наслаждаться вечно. Но чтобы вот это богатство было приобретено в вечности, есть очень важное правило, которое должно быть соблюдено и о котором Павел говорит уже последним 18 стихом вот в этой главе. Он говорит, что вот эти кратковременные легкие земные страдания производят такое великое богатство только в одном случае, когда мы смотрим ненавидимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. И других случаев, когда бы могло иметь место то же самое, апостол не называет. Что значит смотреть на невидимое? Вот в постании к евреям в 11 главе сказано, «Верую Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение и поношение Христова, почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». То есть, Моисей оценил действительность с точки зрения вот этого воздаяния, на которое он взирал, и потому его выбор был именно вот таким, какой мы знаем. вечность это вот тот компонент, который отсутствует в подсчетах человека этого мира, стоящего перед определенным выбором в жизни, так что заставляет, вот это отсутствие заставляет его ошибаться в его выборе. Но взирать на невидимое невозможно глазами, какими снабжено наше тело, потому что они предназначены для восприятия только материального, только видимого, не более. этот инструмент не подходит для созерцания духовных явлений и объектов. Видеть невидимое можно только очами веры, которые не у плоти. И таким образом только, когда верующий человек переносит страдания, смотря на вот это невидимое, то есть, когда наличие вот этого невидимого составляет для него, во-первых, совершенную истину, он уверен в нем, и, во-вторых, главную ценность, то есть, когда оно является мотивом для его согласия с тем, что ему предстоит понести в земной жизни, так что он избирает страдания ради того, чтобы сохранить в своем владении и приумножить в это небесное достояние, вот в этом случае срабатывает закон, о котором говорит здесь Павел. Земные бедствия трансформируются в небесное сокровище. Какие-то иные мотивы или причины, присутствующие в том, что человек переносит в жизни, они не приведут к этой трансформации. Если человека бьют за проступки достойные наказания, то как бы он не перенес это страдание по плоти, а ожидать его превращения там в какие-то небесные дивиденды не стоит. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Это вопрошает апостол Петр в своем первом послании. Тут, конечно, может возникнуть вопрос. Ну, допустим, у Моисея был выбор страдать с народом Божиим или нет. У Павла то же самое. Он мог ценой компромисса с миром избежать того, чем ему этот мир все время воздавал за его деятельность. Но как быть, когда человек просто не может выбрать страдать ему или нет, когда его какой-то недух посещает, от которого он уже не постигнет. Оказывается, и тут есть выбор, как именно воспринять постигшее. Потому что можно страдать и при этом категорически отказываться соглашаться с тем, что тебя постигло, ропщая, обвиняя судьбу. И такое может происходить с верующим человеком, когда о небесном он знает, но он весь сосредоточен на вот этом земном его бедствии. Так что то, что в небесах, оно не особенно греет его в такие периоды. Оно не превышает своей ценностью те жизненные потери, которые он несет в посетившем его страдании. Апостол, страдая телом, радовался, потому что он знал и видел, что именно Бог ему уготовил, понимая, что вместе с его страданием умножается вечная слава, в какой он примет в небесах. А слава эта там стоит в зависимости от близости спасенного к престолу небесного царя. Где там его место окажется, насколько оно близко к этому престолу. Мы вспоминали в ходе разбора этой четвертой главы молитвы Иисуса, записанной в Евангелии Иоанна, в которой он просит Отца о своих последователях. Он говорил, «Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, довидят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Мы говорили, что Господь, когда допускает кого к видению его славы, это не просто ради какого-то эстетического удовлетворения, это не какое-то там шоу, посмотрел, восхитился и все, это все, что человек получает от этого. Бог, когда допускает кого к этому видению, Он с ним разделяет эту свою славу. Это видение влияет на видящего, преображая его в тот же образ, на который он взирает. Оно безмерно обогащает его уподоблением Господу, неся переживание невиданного и непостижимого блаженства, которое никогда не кончается. Это богатство личной близости к Богу. Но все-таки, что касается именно разбираемого нами текста в данном случае последнего стиха 4 главы, надо отметить, что Павел тут не говорит конкретно о проблеме видения невидимого, как верующему смотреть, чтобы его видеть, но он более сосредоточен на вопросе, на что верующему, живущему пока на земле, следует смотреть, оценивая действительность, и особенно, когда возникающая необходимость выбирать касается страданий по плоти. Иными словами, апостол имеет в виду сказать, что страдания производят упомянутую славу в вечности, когда мы рассматриваем их с точки зрения вечности и ожидающего нам там воздаяния, и вот с этой точки зрения принимаем решения и выбираем свои жизни, с этой точки зрения строим свое отношение к тому, что нас постигло. Конечно же, чтобы подобным образом смотреть на невидимое, надо его, это видимое, уметь видеть, но мы об этом немножко говорили сегодня. Итак, нам необходим духовный рост, чтобы среди обстоятельств земли небесные ценности приобретали все большее и большее значение в нашем сердце, обращаясь уже из такого теоретического знания в принятую сердцем реальность и чтобы все более и более мы направляли наши усилия на их обретение, предпочитая их земному и не принимая в расчет благо этого мира, когда они составляют хоть какой-то противовес благам неба и от нас требуется выбирать между тем и другим. И пусть Господь нас благословит прийти вот в этот возраст и всегда взирать на воздаяние, как Моисей, смотреть на невидимое, как делал Павел, благодаря чему и держаться вот того единственного указанного Богом пути, который ведет небеса. Аминь. Давайте помолимся. Наш Господь, слава и благодарность Тебе за Твое спасение, за Твое искупление и за путь, который Ты указал нам, тот единственный, который приводит туда, в небесное царство, где Ты ожидаешь нас. слава и благодарность Тебе, что Ты помогаешь идти по этому пути, что Ты все время указываешь нам, как это надо делать. Ты заботишься о нас, хранишь нас, укрепляешь нас. И благослови нас, Господи, отвечать на эту заботу, так, как Тебе это угодно. Воздавать Тебе то, что Тебе приятно и угодно, чтобы мы всегда с благодарным сердцем принимали это Твое попечение из Твоих рук, всегда славили и благодарили Тебя, чтобы эта благодарность действительно рождалась в нашем сердце и чтобы выражалась и в делах наших, в нашем хождении и, конечно, устами нашими. Благослови нас, Господи, в этом. Мы прославим Тебя, нашего Бога, за все Твои блага, за Твою любовь, за Твое спасение. Слава Тебе, наш Господь, вовеки. Аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому, за субтитры Алексею Дубровскому, за субтитры Алексею Дубровскому, Субтитры Алексею Дубровскому, за субтитры Алексею Дубровскому,